Уважаемые россияне и россиянки, в преддверии выборов в Российской Федерации мы подготовили данный номер. Сегодня мы хотим рассказать тем людям, которые говорят, что голосуй, не голосуй, с выборов снимают и так далее, что все это бесполезно. Ребята, если ничего делать и лежать на диване, то да, конечно, ничего оно не получится. Но я вам как раз сейчас показываю и оператор будет показывать документы. Мы ведем рубрику по фактам именно на основании фактов, именно на основании документов. Я избирался, подал заявление самовыдвиженцам в городской совет города Новосибирска. Нужно было собрать подписи. Подписи я собрал. Я как раз избирался там, где я проживаю. Я собрал подписи у друзей, у знакомых, одноклассников. Закон не возбраняет это. Это, пожалуйста, можно хоть у родственников. Даже моя мама расписалась. Я знал, что я у кого что собираю эти подписи. Но! Вот он административный фильтр номер один. Собирается комиссия, и они смотрят эти как раз подписи. И якобы вот эти подписи, они недействительные. Вот такой вот есть рабочая группа, протокол. Вот смотрите, Зимин Юрий Анатольевич. Вот 148 подписей и 17 подписей они забраковали. Выдается вот этот листочек. Кстати, хочу сказать, что в 20 часов 30 минут как раз мне выдали вот это дело в пятницу. Для того, чтобы я не мог предпринять какие-то экстренные меры. Но! Это же мы! Тут же я на следующий день пишу Панфиловой, председателю Центральной избирательной комиссии, жалобу. Уважаемая Элла Александровна! Это по протоколу. Обязательно так должно быть. Комиссия забраковала 17 подписей. Больше из них не по достоверности сведений, а по графологическим помаркам и специфичности подчерка избирателей в подписных листах. Подчерка у избирателей кандидат не может править. А следовательно, как избиратель внес дату и свою подпись в подписной лист, так и должно восприниматься комиссия. У граждан подчерка разные, бывают неразборчивые. Я всю не буду писать жалобу. Именно, понимаете, забраковали, что вот за корючка там не так, там запятая какая-то не то, то ли 6 цифр, то ли 5. Но! Обратитесь к тем, кто подписался. Нет! Я написал Панфиловой жалобу. Вот из Центральной избирательной комиссии я получил ответ. Они здесь говорят, направлены, ваша жалоба направлена в избирательную комиссию в Новосибирской области для рассмотрения ответа. Жалобу я написал 28.07 и уже 1.08 через 3 дня мне прислали вот этот ответ. И уже буквально через 2 дня, 2-го, 3-го августа, вот смотрите, городская избирательная муниципальная комиссия, решение, меня вызывают о жалобе Зимина Юрия Анатольевича на решение пошло здесь. Здесь всего было 8 листов. Жалоба Зимина рассмотрена на заседание рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения. И потом они принимают решение заставить ту окружную избирательную комиссию пересмотреть второй раз мою кандидатуру и удовлетворить. Решением Новосибирской городской избирательной комиссии от 3-го указано решение отменено. То есть городская комиссия отменяет районную комиссию окружную их решение об отстранении меня. Они отменяют и обязуют их рассмотреть второй раз. Все эти подпися, которые 17 штук забраковали, все попересмотрели. Дальше, значит, все это они посылают в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия опять мне уже присылает, смотрите, срок 11.08. Вот я хочу здесь именно на сроки. Панфиловой было отправлено 28.06.2016 и уже Центрального через 15 дней, 0.08 уже на следующий месяц, мне уже Центральная избирательная комиссия пишет. Решением окружной избирательной комиссии такой-то от 5-го августа вы были зарегистрированы, то есть восстановлен как самовыдвиженец. Таким образом вопрос, поставленный в вашем обращении, разрешен соответственно законодательством. Вот я сейчас обращаюсь именно к самовыдвиженцам, кто собирается там выходить. Можно пойти по суду. Если вы пойдете по суду, то это там месяц, два, три, полгода и там 10 лет можно судиться. Я избрал вот такой способ. Вот он четкий, конкретный, все мои документы, вы их посмотрели. То есть я восстановился. Поэтому я обращаюсь к тем, кто говорит, да ничего там нельзя восстановиться, ничего нельзя сделать. Ребята, вот конкретный вам пример. Это я, Зимин Юрий Анатольевич. Спасибо за внимание. Думаю, что... Да, и еще. Если вы будете писать такие подобные жалобы, то пишите их первое. Отправляйте заказным письмом первым классом. Отправляйте через главпочтам, чтобы не было никаких задержек. Очень быстро и по электронке отправляйте. То есть вы можете обязательно... Закон не возбравняет отправлять ту же самую жалобу в двух видах. В электронном и на бумажном носителе. Поэтому что-то может быть потеряется, но какая-нибудь одна из них все равно может дойти. Поэтому всем удачи, дерзайте. И думаем, что моим советом, моим вот таким случаем, воспользуются самовыдвиженцы. А также кто может собирать подписи. Спасибо за внимание. Ставьте свои комментарии. И подписывайтесь на наш канал. Избиратели Новосибирска. И избиратели Новосибирска. Вот как раз канал-то, вот понимаете. И вот этот вот ролик-то, он как раз избиратели Новосибирска. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.